Друзья, привет! Я сейчас делаю сыроедную окружку. Вот зелень, там авокадик, огурчик, что там еще будет, дайкон, редька. Посмотрим еще, что я закину. Вот, и у меня такая мысль. Меня все время спрашивают, Нелли, почему ты отрицаешь неполезную еду? Ну да, она не полезна в этом же мире, как ты говоришь, типа ничего же, нельзя отрицать, все нам нужно, все полезно. Я говорю, блин, куча раз вы меня слышите в эфирах, но не слышите, не понимаете. Я уже много раз об этом говорила, все неполезное, это тоже полезно. И все полезное может быть неполезным, когда мы не так неправильно применяем. Для чего нам нужна неполезная еда? Это просто наш инструмент, как и все остальное, то, что нам нравится или не нравится, каждое чувство, каждое слово, каждая песчинка, все нам для чего-то нужно, наш инструмент. Мы эти инструменты используем тогда, когда нам что-то нужно построить. Например, краски, кисточка, инструмент, полотно, на чем это будет все стоять, картина, рамка. Это все инструменты для того, чтобы мы вот этот шедевр нарисовали, сделали. Мы же туда не будем бетон убрать и так далее. Все всему имеет место и применение. Точно так же неполезная еда. Какие она вообще применения? Что за инструмент? Где он используется? Этот инструмент позволяет нам вытащить боль, которую мы не видим, не замечаем. Этот инструмент позволяет нам увидеть нашу болезнь. Болезнь же, вы сами понимаете, это не болезнь, это язык нашего тела. То есть с помощью больной еды мы вытаскиваем свою боль, чтобы мы наконец-то смогли считать в реальности, какие внутренние проблемы, боль внутренняя в нас сидит. То есть с помощью неполезной еды, токсичной, мы материализуем нашу болезнь. А как ей проявиться, если мы ее не создадим сами? Так мы ее собственноручно создаем токсичной едой, чтобы эту болезнь проявить. Это болезнь, это язык тела. Нам тело пытается сказать о наших шаблонах, куда мы идем не туда, что мы делаем не так. То есть болезнь, нам выгодно, чтобы увидеть эти выгоды, что-то сказать, чтобы материальная действительность через болезнь нам материализует то, что мы хотели. На самом деле за болезнью стоит огромное количество желаний. И, ребят, токсичная еда, она такая же полезная для некоторых, чтобы они наконец-то вытащили свою болезнь, заболели, чтобы им больно было, чтобы у них вздох кишечник, чтобы и обратить внимание, да, что такое кишечник, почему я себя убиваю. Тут не только дело в еде, да, дело в психосоматике. Но именно психосоматика нам дает те мысли, которые провоцируют определенные действия. И эти действия уже мы идем и берем вот эту токсичную еду, покупаем, жрем как не в себя, заесть свои проблемы, чтобы разгрузить свой мозг. Потому что когда мы едим с вами, у нас отключаются просто мысли в голове. Мы расслабляемся, и когда мы расслаблены, они в напряжении. То есть еда не дает думать. Она всегда просто отключает мозг. И когда вы в это время релаксируете, доедаясь, да, вы перестаете думать о проблемах. И у вас сложился паттерн такой. Поел – нет проблем. Ну, потому что вы о них не думаете. Поел – нету стресса. Вы всегда убегаете от стресса и от своей боли, заедая, да, запивая, закуривая. То есть мы ищем кучу выгод. То есть курение – это ж так выгодно. Алкоголь – это ж так выгодно. Столько желаний исполняется. И токсичная еда просто исполняет миллион наших желаний. Потому что нам выгодно, понимаете, заболеть, чтобы себя услышать, увидеть. И выгодно поесть этой токсичной еды, которая нас убивает, чтобы вытащить эту боль. Поймите, наконец-то, что я не отрицаю токсичную еду. Она полезна, она нужна для людей, которым нужно эту боль вытащить. Я не ем токсичную еду, она мне не тянет на меня. Я ничем не болею. Я вытаскиваю свою боль, бесконечно работая с людьми. То есть мне для этого не надо зажирать непонятно чем. Поэтому, ребят, я не отрицаю. Неполезная еда, она тоже полезна. Но не в том смысле, что она полезна, переварится и вам ничего не будет. Нет. Она полезна тем, неполезная еда, что вы офигенно как увидите свою болезнь, она проявится. И вы начнете с ней разбираться. Кто-то пойдет, конечно, от незнанки таблетки пить. И убирать, отрезать язык тела, да. А кто-то пойдет разбираться глубже. Вопрос уже, кто как куда пойдет, это уже к вам. Вот. Но смысл телу просто сказать, наконец-то, как-то выразить себя. Так что делайте выводы. Еда полезна, вся. Но какая польза? Вы должны принимать эти последствия. В неполезной еде польза, что придется расхлебывать. И это вам на пользу. Вы задумываетесь о чем-то. И это полезно. Так что, вот. Но опять же, если вы будете неполезную еду есть и ничего при этом не делать, будете страдать. Будете жить с этой болью и болезнями и так далее. Продолжение следует...